The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Я не только веду данные курсы, но и занимаюсь постановкой системы управленческого учета, бюджетирования и финанализ на предприятиях, в том числе вопросы автоматизации. При этом имею опыт работы с финансовым директором, то есть со всеми этими вопросами сталкивалась не понаслышке. Давайте посмотрим, какие вопросы мы с вами рассмотрим в рамках нашего семинара. Наши те 40 минут, которые нам отведены. Для начала мы с вами познакомимся с таким вопросом, как использование встроенных функций Microsoft Excel для построения шаблонов вводимых данных, правила проведения горизонтального и вертикального анализа финансовой отчетности, именно при помощи встроенных инструментов. Далее мы рассмотрим вопрос взаимосвязи вводимых данных и шаблонов анализа и посмотрим, как все эти процессы можно автоматизировать. И начнем мы, пожалуй, с первого. Это с тех вопросов, а что мы можем сделать при помощи Microsoft Excel. В первую очередь мы можем сделать шаблонным введением. Я думаю, ни для кого не секрет, что вся финансовая отчетность, которая предоставляет наше предприятие, она является унифицированной. И есть формы, рекомендованные Минфином. Безусловно, они есть как для малых предприятий, для крупных предприятий. Есть отличия в отчетности, я имею в виду по кадам строк для сельхозпредприятий, для казенных предприятий. Но при этом аналитик, который работает в определенной отрасли, работает все время с одним и тем же шаблоном. Я думаю, ни для кого не секрет, что если, например, мы говорим о балансе, какое бы предприятие его не сдавало, это будет валюта баланса. В активах у нас будет первый, второй раздел строки 1100-1200, в пассивах это будут капиталы, резервы и наши обязательства в виде долгосрочных и краткосрочных. Чем бы предприятие не занималось? Производством, оказанием работ, услуг, будь то будучи торговым, либо даже сельхозпредприятие и так далее. А вот внутри разделов строки незначительно, подчеркиваю, незначительно, могут разниться. Поэтому посмотрите, пожалуйста, какие есть особенности внесения, создания шаблона в Microsoft Excel. Давайте буду показывать на примерах. Так, коллеги, в режиме вебинара нам пишут, нет звука, только что писали, что со звуком все хорошо. Давайте уточним. Коллеги, отпишитесь, пожалуйста, есть звук? Да, есть, очевидно. Да, 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 спасибо. У Татьяны что-то, Татьяна, колоночки включите. Спасибо за активность. Давайте посмотрим. Я сейчас покажу набранную отчетность уже в Microsoft Excel. Сейчас увеличу, чтобы лучше было видно. В частности, ну, в данном случае это баланс RGD. Давайте посмотрим. Итак, что у нас есть у всех? У нас у всех есть внеоборотные активы, оборотные активы, есть валюта баланса и есть, соответственно, как мы сказали, разделы 4-5, то есть наши обязательства. Теперь посмотрите, пожалуйста. Есть ряд особенностей при создании шаблона. Что очень часто делают аналитики? Они ввели некую отчетность, а затем каждый раз начинают по новой анализировать. Но если вы занимаетесь не раз в полугодие анализом, а занимаетесь каждодневно или хотя бы анализируете пару предприятий в неделю, то, а уж если вы профессиональный аналитик, может быть, и 3-4 за день, то, конечно же, есть необходимость эти вопросы автоматизировать. Ведь работа выполняется фактически аналогично. Поэтому посмотрите. Первое, в чем очень часто допускают промахи, не говорю ошибки, а именно промах, а аналитики, имея некий отчет рыбу, вставили новые цифры, и аналитик, как правило, будучи человеком с аналитическим складом ума, эти цифры проверяет, меняя, увеличилось, уменьшилось, выросло там, снизилось, вот эти глаголы, и справят цифры. Но очень часто аналитики забывают о текстовых данных. Вот читают Алмуд, большой стостраничный заключение аналитика, и если вначале все идет ровно, то потом начинают плавать названия. Остаются названия компании, которые анализировались до этого, потому что аналитик цифры поправил, а названия забыл. Всплывают старые даты и начали, как говорится, за счастье, за здравие, закончили за упокой. Так вот, чтобы этого не происходило, детали, которые не являются цифровыми, лучше автоматизировать. Ну, посмотрите, мы вводим руками, вводим дату баланса. Далее, посмотрите, пожалуйста, как мы знаем, баланс у нас делается за три года. То есть, если я ввела дату баланса, то автоматом, я знаю, здесь у меня будет 2017 год. Так зачем же заставлять меня это вводить руками? Можно прекрасно это сделать при помощи функции год и сослаться на нашу ячейку с датой. Вот у меня 2017 появилось. Соответственно, если я делаю за 2017 год, то у меня, опять же, априори в соответствии с законом будет 16 и 15. Пожалуйста, предыдущая ячейка минус 1. Теперь посмотрите, пожалуйста, что происходит. Как только я меняю дату, но будет у меня свежая отчетность за 2018 год, я получу автоматом свежие даты. Мне нет смысла на этом останавливаться. Посмотрите, пожалуйста, далее огромные возможности предоставляет в написании отчетов присвоение имени ячейка. Ну, посмотрите, мы будем, вот если уж я использую ООО «Российские железные дороги», то, соответственно, когда я буду анализировать валюту, балансы, активы, пассивы, прибыли, убытки, то есть все, я буду это делать, конечно же, с ООО «РЖД». Так вот, чтобы у меня ненароком не выскочило где-то название из предыдущего анализа, мне нужно сделать так, чтобы автоматом везде появлялось название именно той компании, которая у меня указана в данном случае в ячейке B4. Коллеги, сейчас я поменяю настройки, чтобы было лучше видно. Придется файл закрыть и еще раз его открыть. Так, у нас «РЖД» было там. И посмотрите, пожалуйста. Теперь, так как я хочу, чтобы именно это название появлялось везде, я возьму и присвою имя. Присвоить имя, думаю, у каждой аналитики, те, кто анализирует при помощи Excel, знания позволяют, это у нас Excel 2, присвоить имя можно. Либо же с вкладки «Да» формулы «Задать имя», либо же можно попросту в строке формул, посмотрите, вот сейчас у меня адрес B4, я заменю, ну, например, на «Компания». Теперь посмотрите, пожалуйста, когда мне нужна будет, нужна будет эта ячейка, у меня есть имя «Компания». Что это позволяет? Ну, посмотрите, сейчас в стороночке покажу. Например, мне нужно сделать отчет, как провести анализ активов и пассивов. Ведь я всегда буду говорить, какую компанию я сейчас анализировала, я буду говорить. Заанализированный период, задавая период, активы там или валюта, баланса ООО, российские железные дороги там выросла, снизилась и так далее. Анализируемый период. Это тоже уж, если мы берем один классический баланс, то это у нас три года, то есть, ну, в данном случае, 17-15. Так как я на эти даты, опять же, буду все время ссылаться, и можно присвоить имя. Ну, посмотрите, ячейку там, где у меня сейчас 17-й год, я назову, предположим, год отчетный, то есть, за который мы отчитываемся. Кстати, знаете ли вы, при создании имен нельзя использовать пробелы, поэтому вот я использую нижнее подчеркивание. А 15-й год назову, например, год началом. И сейчас буквально покажу одним, одной ячейкой, как формировать вообще выводы заголовки при помощи данного текста. Ну, посмотрите, уж если бы я анализировала баланс, то, как вы знаете, всегда у нас начинается с крупного к деталям. То есть, мы бы проанализировали валюту баланса, проанализировали активы пассива, на что пришлось больше, меньше, темпы роста сравнили и так далее. Фактически мне нужно получить сейчас заголовок, анализ, ну, предположим, структуры и динамики активов. Я сейчас коротко. Текст, который у меня будет везде идентичный. Кого бы я анализировала? Это за, то есть, анализ структуры и динамики имущества и источников их формирования. Я этот текст сейчас быстро наберу. Анализ структуры и динамики имущества и источников его формирования. Это текст единый для абсолютно всех компаний. А вот теперь посмотрите, что будет меняться? Меняться будет название компании. Поэтому можно при помощи функции сцепить, можно при помощи функции текстовой амперсанд, мне с амперсандом работать легче. Фактически это аналог плюса для чисел. Ну, помните, мы числа можем сложить либо при помощи функции сум, тогда это сцепить аналог для текста, либо при помощи плюса. Мы ячейка плюс ячейка плюс ячейка. Для текста плюс это вот этот значок Ampersant Shift 7 в английской транскрипте. Так вот теперь я должна к вот этому тексту, который будет единый для всех компаний, присоединить имя той компании, которая у меня на исходных данных. Так как я назвала эту ячейку компания, я не буду туда прыгать каждый раз. Посмотрите, я прямо по-русски сейчас начинаю писать компания. И вот, посмотрите, у меня это имя уже выскакивает. Какую компанию я теперь не набрала на первом листе, она присоединится к моим выводам. Далее, посмотрите, пожалуйста, я буду анализировать эти данные за некий период. Это всегда аналитик указывает. Поэтому я снова добавляю Ampersant к компании за... А какой период? У меня, помните, я создала специальное имя год начала, год отчетный. Ведь я должна сейчас сказать за 2015-2017 год. Соответственно, я сейчас Ampersant побольше поставлю, чтобы мне хватило. Я присоединю теперь год начала. Потом, чтобы было красиво, поставлю тире и год отчетный. Ну и чтобы уж совсем красиво было, мы всегда с вами ГГ добавляем с точкой. И вот теперь, посмотрите, пожалуйста, у меня появилось... Ну, сейчас, чтобы у меня было несколько, я увеличила шрифт. У меня появился вот такой заголовок. Посмотрите, пожалуйста. Если у меня появится теперь другая компания, ну, предположим, стали мы с вами анализировать некие знаменитые рога и копыта. И анализируем отчетность. Ну, может быть, у нас старенькая отчетность. То посмотрите, пожалуйста, мой заголовок абсолютно корректно подтянул новое название и новые даты. То есть теперь я, как аналитик, буду сосредотачиваться на фактических данных, которые мы должны анализировать и не следить за текстом, чтобы у меня убежало название, там, даты и так далее. Они теперь все время будут абсолютно корректны. Соответственно, посмотрите, почему обращаю на это внимание, говорю, потому что очень часто баллов аналитик не добирает именно вот из таких мелочей, которых по ходу отчета набирается достаточно много. Это методы работы, приемы работы именно с текстовыми данными. Далее, не буду на этом заострять внимание, это присвоение имя и использование текстовых функций. Вот эти функции можно использовать как для создания заголовков ваших таблиц, так и написания текстовых заключений. За прошедший период снова даты подтянули, валюта баланса у компании, далее присоединили, выросла или уменьшилась зависимость при помощи функции если, ну и так далее. И фактически все ваше заключение может писаться автоматически. Теперь посмотрите, пожалуйста, какую бы компанию я сейчас не анализировала, у любой компании я буду это делать при помощи таблички. И у любой компании у меня будет актив. И далее, посмотрите, пожалуйста, у меня будет первый раздел под названием «Внеоборотные активы». У меня будет второй раздел, опять же, «Оборотные активы». Но я, спасибо, сейчас не буду продолжать, я сейчас в сути будет «Валюта баланса». Соответственно, посмотрите, пожалуйста, независимо от особенностей компании, я могу сказать, что код строки будет везде совпадать. И для аналитиков это не секрет, и у нас будет строка 1100, строка 1200, и если итогу активов, то это 1600. Соответственно, теперь давайте посмотрим. Так как я анализирую данные за три года, а у нас баланс дается за три года, то, соответственно, у меня должны появиться соответствующие годы. Но если отчетность у нас с вами традиционно идет 17, 16, 15, то когда мы с вами анализируем, ну, читатель привык к ретроспективному анализу, то есть наоборот, 15, 16, 17, нам нужно перевернуть. Соответственно, опять мне нужно, чтобы циферки появились правильные, чтобы мне не осталось с прошлого года, с прошлого отчета каких-то цифр. И мне снова приходят на помощь наши минованные диапазоны, и я сделаю год начала, который опять же будет обновляться, как только у меня обновятся данные на первой строке. И далее я использую предыдущий плюс один и год отчетный. Год отчетный. Есть. Теперь посмотрите, пожалуйста, нам нужно, чтобы наши ячейки заполнились, и мы могли производить вычисления. В чем очень часто, ну, это я-то два раздела взяла, когда мы весь баланс приводим, нам нужно все время переворачивать. И аналитик идет на исходные данные, а ведь так и хочется, как я говорю, формулу потянуть, копировать. Но я-то должна сначала сослаться на 15-й год, потом на 16-й, потом на 17-й, переворачивая, ведь Excel автоматом пока что не умеет. Он может горизонталь-вертикаль перевернуть. Поэтому посмотрите, пожалуйста, на мой взгляд, идеальных результатов в переносе данных позволяет добиться встроенная функция ВПР, то есть функция вертикального просмотра. И лучше всего использовать коды строк для поиска нужного параметра. Но теперь давайте порассуждаем. Я предлагаю для заполнения табличек в финансовом анализе, в шаблонах, автоматизированных шаблонах, использовать функцию ВПР. Давайте вспомним ее в синтаксис. Сначала иска моя, что мы ищем, и я буду искать нужную мне код строки. Второй аргумент функции ВПР – это таблица, то есть где мы ищем. И как вы помните, таблицу нужно выделить таким способом, чтобы то, что мы ищем, находилось в первом столбце. Ну, коллеги, я-то буду, это здесь я буду активы анализировать, там пассивы, потом рассчитывать там коэффициенты, будь то ликвидности, финансовой устойчивости. В зависимости от того, что я анализирую, мне нужны каждые коды строк. Но все эти коды строк я буду искать в наших исходных данных, и каждый раз буду выделять вот эту табличку, ну и ниже. Почему? Вот эту, потому что мне нужно, чтобы коды строк находились в первом столбце. Ну, так вот посмотрите, у меня все с листов с табличками, их будет и 10, и 20, и 30, и каждый раз, вводя функцию, должна идти на первый лист выделять, это достаточно трудоемко. И снова нам придет на помощь ненужные диапазоны. Мне достаточно один раз наш диапазон, диапазон с балансом, выделив его таким образом, чтобы наши строки, коды строк, я имею в виду, находились в первом столбце, я присвою имя данному диапазону и назову его так, как будет понятно всем, баланс. То есть теперь, когда я буду говорить Excel, мне нужен баланс, он четко понимает, что ему нужно пойти на лист исходных данных вот в этот диапазон. Соответственно, посмотрите, баланс есть, но встает вопрос, как вы помните, третий аргумент функции ВПР – это номер столбца. Это я сейчас в зависимости от того, коэффициент за какой год рассчитываю, я должна выводить либо цифру 2, если мне нужен 17-й год, потому что в моей таблице это во втором, либо цифру 3, если 16-й, 4-й, 15-й, ну и так далее. Запутаться можно и однажды забыть. Есть в Excel замечательная функция поиск позиций. Сама по себе применяется крайне редко. Ну, я как говорю, сама по себе она бестолкова. Ведь что она делает? Она ищет то, что вам нужно в одномерном массиве, а это либо строка, либо столбец, и говорит, а вот это находится на пятом месте. Полегчало? Нет, это я должна пойти, теперь и смотреть. Но если вставить ее вовнутрь ВПН, то мы можем автоматом определить, какой столбец нужен. Ведь если мне сейчас скажет функция, что 17-й год стоит в моих заголовках таблицы на втором столбце, это и есть нужен мне номер столбца. Посмотрите, давайте покажу, как работает поиск позиций. Смотрите, если у меня вот есть мои заголовки 2017, 2016, соответственно, 2015, то посмотрите, равно, я говорю, поиск позиции. Что я ищу? Ищу нужный мне год. Где ищу? Ищу в строке заголовка той таблички баланс, которую я ранее выделила. И, как и в ВПРе, точное соответствие, либо приблизительно. В финанализе, в бюджетировании мы всегда используем ноль, то есть точное совпадение. И посмотрите, пожалуйста, Excel сам находит 2, 3, 4. Это порядковый номер столбца. Соответственно, теперь мне руками в ВПРе заполнять не надо. Тогда посмотрите, как будет выглядеть функция, чтобы перенести, перевернув нужную строчку. Равно ВПР, функция вертикального просмотра. Что я ищу? Я ищу номер строки 1100, чтобы я могла копировать, закрепляю столбец. Где ищу? Ищу в таблице баланс. Это мы сейчас пошли на исходные данные и выделили табличку таким образом, чтобы нужная нам находилась в первом столбце. А вот теперь для номера столбца, для определения, я использую функцию поиск позиции. И посмотрите, пожалуйста, поиск позиции. Что я ищу? Ищу нужный мне год. Фиксирую строку. И, коллеги, посмотрите, пожалуйста, к чему я начала рассказывать на исходные данные, показывая поиск позиции, поскольку хотела заголовком присвоить имя, но забыла. Обычно, когда провожу фид-анализ, присваиваю название периода либо годы. Я сейчас введу имя, его еще такого нет, у меня функция не сработает, но я чуть позже сейчас его добавлю, чтобы из функции не выходить. То есть в имени годы, и он пока это не знает, нужно 0, точное совпадение. И вот эта функция, посмотрите, она мне как раз-таки найдет номер столбца 2, 3 или 4. И в ЭПР мы закончим нулем. Сейчас у меня будет здесь ошибка, потому что такого имени нет. А вот в нашем верхней строке я присвою имя годы, чтобы все заработало. И тогда посмотрите, вот у меня перенеслась нужная цифра, и я вполне спокойно цифру вверх-вниз копирую, копирую и получаю те цифры, которые мне нужны. Если мне для расчета коэффициентов потребуются другие цифры, ну, может быть, рассчитываю я, не знаю, например, коэффициент текущей ликвидности, мне нужно второй раздел, но, образно говоря, на пятый. Посмотрите, вот я сейчас только меняю код строки, и вот у меня новые данные. То есть теперь в любом шаблоне, который мне нужно, анализируя, может быть, структуру оборотных активов, структуру запасов, мне достаточно составить шаблон, а под шаблоном я имею в виду красивые слова, и указать нужные мне коды строк, и автоматом Excel подтянет то, что мне нужно. Теперь посмотрите, пожалуйста, второй момент. Очень часто, уж коли я заявила, что мы с вами проанализируем, проведем вертикальный горизонтальный анализ, ну и, собственно говоря, расчет коэффициентов, очень часто, если с горизонтальным вертикальным анализом аналитики готовы, ну, мы знаем, горизонтальное это сравнение, динамическое сравнение по времени, то есть сравнение наших показателей с предыдущими, за предыдущие годы, вертикальный это мы смотрим, структуру, из чего сложился наш показатель, сейчас мы с вами посмотрим, то очень часто аналитики плавают в трендовом анализе, то есть описание динамики. Несмотря на то, что видят цифры, но вот сейчас, на мой взгляд, достаточно легко можно, вот даже глазками пробежавшись по показателю, мы видим, что у нас растет показатель, да, то есть было 4,300, 4,400, 4,700, да, я вижу, растет, но темпов роста в уме, сразу глядя на показатель, многие рассчитать не могут, а уж если наш отчет считает не финансист, не аналитик, то, конечно же, хотелось бы это визуализировать, и зачастую аналитики добавляют к своим заключениям графики, диаграммы, но они занимают место, зачастую достаточно большое. Так вот, посмотрите, если речь идет не о том, чтобы показать некую уникальную идею, а показать именно темпы роста, то есть фактически провести трендовый анализ, чтобы было видно, снижается, растет наш показатель, увеличивается или снижается темпы роста, то в Excel, начиная с 10 версии, у нас есть такой показатель, как спарклайны, то есть маленькие графики, которые можно вставить вовнутрь ячейки. И посмотрите, я сейчас назову столбец тренд, и для задания данного тренда использую вставленные спарклайны. Давайте посмотрим, как это сделать. Чтобы воспользоваться данной функцией, так же, как и при построении диаграммы, необходимо выделить те ряды, которые вы собираетесь визуализировать. В моем случае это вот эти цифры, то есть данные за три года. Далее, посмотрите, пожалуйста, на вкладке вставка. Вот у нас группа команд, которая называется спарклайны. Соответственно, чаще всего мы тренды задаем при помощи графика. График я выбираю. И необходимо задать, а где именно мы хотим эти графики разместить. Я выберу область строго правее заданного диапазона. И посмотрите, вот они мои графики появились. И теперь я легко могу сказать, посмотрите, что в необоротные активы у меня наблюдается тренд равномерно растущий. А вот когда я говорю об оборотных активах, я скажу тренд растущий. При этом в 2017 году наблюдается снижение показателя. Я теперь четко это вижу. То есть это и наглядно, и в масштабе, и даже не финансовый аналитик. Глядя теперь на такую табличку, может строго сказать, как изменился наш показатель по сравнению с предыдущими периодами. При этом, коллеги, теперь проводить горизонтально-вертикальный анализ я могу легко, ну, правее, ссылаясь на те ячейки, которые у меня уже есть. Но при этом, посмотрите, пожалуйста, хочу обратить внимание, что данные функции можно использовать и для коэффициентного анализа. Ну, я вот уже привела примеры. Будь то нам нужно рассчитать коэффициент ликвидности, либо там оборачиваемость, а может быть ликвидности и так далее. Соответственно, посмотрите, пожалуйста, тогда вот базой всегда будет этот ВПР. Мы будем использовать его несколько раз. Ну, посмотрите, давайте представим, что нам нужно рассчитать показатель, такие как собственный и заемный капитал. Я думаю, все знают, что собственный капитал – это не только третий раздел, как говорят в учебниках, для неэкономических вузов, то есть упрощенных, а это также строки дохода будущих периодов, это оценочные обязательства, которые у нас числятся в четвертом и пятом разделе. То есть, несмотря на то, что эти строки у нас идут в разделах обязательства, на момент сдачи отчетности – это собственный капитал компании. Мы эти деньги никому не должны. Поэтому посмотрите. Если говорить о формуле, то посмотрите, давайте посмотрим первый источник. Собственный капитал – это будет строка 1300, это будут оценочные обязательства в данной отчетности, это строка 1430, и это будут доходы будущих периодов оценочные обязательства из пятого раздела, то есть 530-540. Посмотрите, пожалуйста. Конечно, можно прыгать и руками складывать, но это я буду делать в каждой компании, которую анализирую. Ведь у другой компании, когда я закачаю баланс, у них может расшифровок оказаться меньше, больше, то есть строки уйдут, а я сошлюсь на конкретные строки. Поэтому вот здесь тот же самый ВПР. И посмотрите. Давайте для примера, ну, как говорится, на пальцах веду формулу, то есть у нас в данной отчетности будет 1300 плюс 1330, вот так, подождите, плюс 1430. Это я в кодах строк. Плюс 1530 и будет 1540. Если по-русски, то посмотрите, пожалуйста, фактически у меня будет третий раздел оценочное обязательство из четвертого, оценочное обязательство и доходы будущих периодов из пятого. Тогда посмотрите, пожалуйста, чтобы каждый раз не прыгать между листами, я буду использовать все тот же самый ВПР. Но посмотрите, пожалуйста. Сейчас я для наглядности надо... Сейчас, коллеги... Не пройдем мы... Так, сохранить... Параметры... Иначе я вас сейчас больше запутаю. Еще раз придется открыть и закрыть наш файл. Масштаб немножечко поменяла. Соответственно, посмотрите. Тогда у меня будет... Как вы видите, мне нужно ВПР найти строку 1300. Далее, судя по формуле, нам нужно прибавить строку... Я снова тот же самый ВПР. 1430. Нужно прибавить строку 1530. И нужно прибавить строку 1540. Сейчас я наглядно представлю информацию. Так, вот сейчас выровняем. Смотрите, вот они. Видите, строка 1300, 430, 530. То есть на самом деле теперь Excel идет в баланс, сам находит нужные коды строк, в каком бы месте они ни находились, выше, ниже, плюсуют, и мы получаем наш показатель. Аналогичным образом, посмотрите, пожалуйста, но если бы мне нужно было рассчитать, предположим, краткосрочное обязательство, как вы понимаете, методом исключения у нас с вами осталось уже... ВПР – это строки 1510, то есть кредиты и займы наши, 1520 – это кредиторская задолженность, и 1550 – это прочие обязательства. Теперь работать с функцией ВПР стало очень легко. Я только меняю строки на нужные мне и быстро нахожу то, что мне надо. И мне не надо теперь бежать в баланс, переворачивать годы, потому что они наизнанку. У меня колоссальная экономия времени за счет того, что функция ВПР позволяет мне быстро подтягивать. Ну, а уж если мне теперь нужно рассчитать тот самый коэффициент текущей ликвидности, то даже если у меня, посмотрите, пожалуйста, нет расчетов всего, то я могу посмотреть и, пожалуйста, мы знаем, что это второй раздел, деленный... Второй раздел, деленный на краткосрочные обязательства. То есть у меня будет 1200 разделить на сумму. Ну и далее все мои ВПР из краткосрочных обязательств. Сейчас я добавлю два знака после запятой для наглядности. И посмотрите, пожалуйста, мы быстро получили нужный нам коэффициент. И не надо мне сейчас делать дополнительных вычислений, как это часто делают. В одной строке рассчитали краткосрочно, перенесли, потом разделили, перевернули. То есть посмотрите, пожалуйста, автоматизировать работу не только можно, но и нужно. И все, что нам сейчас по большому счету нужно для качественной работы, это посмотрите, пожалуйста, мы с вами делаем красивый шаблон, наводим строки, шрифты, а ведь, ну я имею в виду, вот эти вот заголовки, да, то есть ставим так, как нам нужно, делаем шапки, а все остальное, в зависимости от того, что мы с вами ввели на первом листе, за нас делает Excel. И каждый раз это будут актуальные данные, которые найдут нужные строчки с первого листа, ну вот с ваших исходных данных и поделят. Соответственно, посмотрите, пожалуйста, по аналогии, когда вы вводите тут же отчеты финансовых результатов, ну, например, чтобы потом считать коэффициент оборачиваемости, там нужно будет выручку делить на строки из баланса, то аналогичным образом введите вы отчеты финансовых результатов, аналогично выделяем коды строк, и информацию с цифрами называем ОФР отчеты финансовых. И, соответственно, один ВПР у меня ищет в балансе, второй ВПР ищет у меня в отчете о финансовых результатах. И снова мы быстро получаем то, что нам нужно. Коллеги, давайте вернемся в презентации и хочу, знаете, еще на что обратить внимание. При построении шаблонов из практики могу сказать, вы удивитесь, но большинство ошибок происходит при вводе информации. То есть опечатались на один знак, и вся информация, как вы понимаете, исказилась. Поэтому посмотрите, не случайно тот шаблон, который я сейчас показываю на доске, он у меня расцвечен листами. пыталась зеленым показать ячейки, которые должны заполняться руками, а другими цветами. То, что заполнять ни в коем случае не нужно. Так вот, посмотрите. Да, заголовок мы должны заполнить, потому что дальше у нас будет ссылка на эти ячейки. Будь то год нужный нам, будь то компания. А вот теперь посмотрите. Те данные, которые идут исходные, они вводятся руками. Но когда речь идет о сумме по разделу, посмотрите, пожалуйста, видите, здесь у меня идет сумма. Почему? Потому что в данном случае я дошла до итогов по разделу, и здесь можно целиком, почему так? Потому что если бывают расшифровки, поэтому у меня так, расшифровки удалила, посмотрите, пожалуйста, почему обязательно, как минимум, и того по разделу валюты баланса нужно вводить функции с суммой. Вы ввели исходные данные, сумма у вас автоматом получилась, и вы тут же с печатной, у вас вот в печатном виде баланс, сравниваете. Цифры совпали? Замечательно, значит, вы ввели все правильно. Не совпали. Вы еще в момент ввода понимаете, что у вас опечатка, и у вас есть возможность вернуться и поправить. То же самое происходит, посмотрите, со строками, если у вас в том числе. Тогда мы вводим с вами информацию в том числе, чтобы итоговая строка рассчиталась суммой для сверки. Давайте теперь пройдемся по презентации. Вдруг я чего-то забыла. Итак, когда строим шаблон? Первое. Не забывайте использовать именованные ячейки. Это позволит вам во всем вашем отчете получить нужные даты, нужную кампанию, вид деятельности. То есть все то, что вы используете. Далее, посмотрите, пожалуйста, определяйте список, используемых в шаблоне показателей. По списку. Сейчас покажу. Ну, посмотрите. Например, единица измерения в российской отчетности, мы с вами знаем, это могут быть тысячи рублей, либо миллионы рублей. Другого не дано. Очень часто аналитик забывает поправить эту цифру, и вот мы потеряли целый разряд. Но осталось из предыдущих в шаблоне. Тогда посмотрите, пожалуйста. Чтобы мы могли быстро эти цифры вводить, рекомендую как раз-таки создавать эти самые списки. На вкладке «Данные» у нас есть кнопка, которая называется «Проверка данных». По умолчанию все ячейки в Excel позволяют вводить любое значение. Мы с вами выберем список, потому что в этой ячейке может быть не любое значение, а всего лишь «тыс руб млн руб». И я свои названия «тыс.руб» и «млн», то есть «миллионы руб», введу с клавиатуры. Окей. Теперь посмотрите, пожалуйста. У меня появилась вот такая стрелочка, и я могу выбирать. Но если вы эти «бржеде», то это у них в миллионах, если кто еще не понял. Во-вторых, теперь посмотрите, на каждом листе у меня должно, теперь посмотрите, что это появится единица измерения, что это миллионов рублей. Так вот для этого я наши ячейки аналогичным образом присвою имя, как я делала раньше, и назову вот ее как раз-таки единица измерения. Теперь посмотрите, пожалуйста. Я на наших листах использую равно единице измерения, и у меня везде будут миллионы. Если я на первом листе, посмотрите, у меня другая отчетность. Я выбрала тысячи, то у меня везде появляются тысячи, то есть теперь во всех моих шаблонах, которые я сделала. Это тоже достаточно удобно. То есть, если вы используете ряд показателей, хотите, пожалуйста, создайте список коэффициентов, которые вы используете, которые вы считаете. Таким образом, выбирая списка, вы опять же ускоряете себе набор, и показатели тут же у вас пересчитываются. Далее, посмотрите, пожалуйста, чтобы ничего не забыло. Контрольные строки в шаблоне, но это показало. Как минимум, это суммы по разделам, и валюта баланса позволяет вам на этапе ввода контролировать себя, не допустили ли вы опечаток. Как максимум еще строки, которые в том числе расшифровку дают. Соответственно, пользовательские форматы. Вот, коллеги. Если у нас в балансе всего три строки, которые потенциально могут быть отрицательными, это нераспределенная прибыль, которая может оказаться убытком, это переоценка активов наших необоротных, она может быть как положительная, так и отрицательная, и одна строка, если она заполнена всегда отрицательной, это, собственно, акция, выкупленная у акционеров. Тогда это всегда отрицательно. Но вот если мы говорим о почете финансовых результатах, то, как вы знаете, там все расходы у нас, это цифры отрицательные, и они финансовой отчетностью вводятся в скобках. Но посмотрите, если я буду вводить показатель в скобках с клавиатуры, ну, например, здесь нет таких, но, предположим, если бы была бы вот строчка, а вот у нас добавочный капитал, посмотрите, отрицательный. Соответственно, посмотрите, если я введу ее в скобках, то Excel распознает это как текст. И я потом не смогу вычитать, прибавлять и так далее. Поэтому на помощь нам приходит пользовательский формат. Что это такое? Посмотрите, если мы воспользуемся кнопкой формат ячеек, то в данном случае, ну, вот видите, у меня вот применяется формат, пожалуйста, об этом рассказывают на курсе Excel 3, уровень 3. Посмотрите, мы можем задать, что отрицательные цифры Excel показывает нам в скобках. И посмотрите, пожалуйста, если я выделяю это число, видите, введено оно с минусом, отрицательное, но по факту я вижу скобки, а не минус. Это позволяет аналитику видеть такую картину, как он видит на бумажном, то есть в отчетности, но при этом для Excel это по-прежнему число, которое корректно вычисляется. Далее, посмотрите, пожалуйста, взаимосвязь, какую мы с вами делали. Текстовые функции показала для заголовков и выводов. Я показала на примере амперсанда. Если вам с амперсандом непривычно, то тот же самый эффект имеет функцию сцепить, но тогда все наши аргументы будут через точку с запятой. То есть там, где я ставил амперсанд, то есть текст, ячейка, текст, ячейка, будет точка с запятой. Рекомендую также, посмотрите, пожалуйста, искать данные, ну вот как я подтягивала коды строк при помощи функции ВПР. Это в большинстве случаев, когда у нас коды строк в вертикали. Если вдруг у вас некий анализ, когда по горизонтали ГПР и поиск позиций. Более универсально является функция индекс. Она может искать как по строке, так и по столбцу. Пожалуйста, используйте данные функции. Также посмотрите, пожалуйста, шаблоны можно связать с исходными данными и автоматизировать финансовый анализ при помощи расчета всех коэффициентов, используя коды строк. То, что я вот как раз-таки показывала, будь то многофакторные, такие как собственный капитал, у меня там 6 строк, так и для определения. Ну посмотрите, думаю, не секрет, ликвидность баланса. Мы знаем, мы должны наши активы разбить на 4 категории. В каждую категорию, будь то А1, А2, А3, А4, попадают определенные коды строк. Пожалуйста, мы теперь не должны его вручную анализировать. Мы вводим формулу, ну как вот я делала для собственного капитала. И опять же, в зависимости от того, что я ввела на исходном листе, у меня наши показатели рассчитались. Конечно же, очень полезно применять условное форматирование. Условное форматирование, посмотрите, пожалуйста, позволяет нам раскрасить нужные нам строчки. Для чего это нужно? Ну посмотрите, давайте представим, что... Сейчас давайте покажу не на примере горизонтального анализа, а на примере, предположим, оборотных активов. Или лучше вот внеоборотных тут цифрки побольше. Сейчас я вот эту заливку уберу. Смотрите, итак, у меня есть внеоборотные активы. Вот у меня есть их сумма, как вы видите, они выросли с 4 триллионов до 4 триллиона 300 миллионов, до 4 триллиона фактически 700 миллионов, то есть мы наблюдаем рост. Но здесь, сказать честно, сразу видно, что основная доля – это основные средства. А иногда бывает слагаемых много. Их там 20 штук, и они все рядышком. Знаете, как говорят, ноздря в ноздрю дышат. То есть и увидеть, найти, а какие же из них наибольшие, очень тяжело. А как вы знаете, аналитик должен рассказывать не по порядку. То есть говоря сейчас, что, например, в 2017 году, вот я, например, если бы проводила горизонтальный анализ, то, как вы понимаете, я с 17-го должна вычислить, вычесть 15-й. И посмотрите, да, всего у меня выросло на 358 миллионов. Но что послужило основным показателем? Вот, пожалуйста, я использую условное форматирование, выделяя самые большие, но 10 дней не надо, а, как правило, 2-3 элемента. И теперь посмотрите, пожалуйста, ну, конечно, не нужно заливку, обычно достаточно либо некая заливка легкая, либо шрифт. И вот я теперь вижу, что у меня больше всего показатели изменили. Это основные средства и доходное вложение в материальные ценности. Вот теперь мне не надо по моему массиву глазками бегать. Я при помощи условного форматирования, даже если бы у меня цифры изменились, ну, давайте, предположим, сейчас вырастет у меня чего-нибудь другое. Посмотрите, вот у меня сейчас, как только произошли изменения по другой строке, видите, изменения ушли. Либо сейчас поменяю, вырастет вот здесь больше всего. Видите, условное форматирование сразу мне показывает самые большие цифры в моем списке. Это достаточно удобно, опять же, позволяет вам не отвлекаться на расчеты, а заниматься именно аналитической, мозговой деятельностью, проговаривая, интерпретируя те значения, которые вы видите. Ну, и, как я уже говорила, проведение трендового анализа очень удобно делать при помощи добавления в наши отчеты с парклайнов. Коллеги, на этом наш небольшой курс, семинар подошел к концу. Все данные, вопросы, они рассматриваются на курсе анализ финансового состояния в нашем центре. Этот курс ведут замечательные преподаватели. Помимо меня ведет Сергей Викторович Рулев, у нас ведет Иванов Валерий. И курсы идут, посмотрите, пожалуйста, как по будням в режиме утро-день, то есть с 10 до 5, так и по вечерам для работающих, то есть с 18.30 до 21.30, так и есть группы выходного дня, будь то суббота, будь то воскресенье. Данный курс у нас преподается в комплексе Белорусско-Савеловский, где мы с вами находимся, также в комплексе Таганский. Даты можно подобрать, полное расписание можно посмотреть на сайте, так же, как и ознакомиться с программой курса. Ну, а мне осталось только спросить, какие у вас есть вопросы, если у вас таковые возникли. Еще раз. Да, у нас киноанализ мы делаем в Excel, коллеги. А в описании написано при помощи Excel, и в требованиях курса стоит знание Excel не ниже Excel 2 уровня. Почему, коллеги? Потому что в противном случае, если мы с вами, я раздаю вам бумажную отчетность, и мы читаем разницу на калькуляторе, мы 80% времени тратим на расчеты, а не на анализ, на интерпретацию. В Excel, как вы видели, я ввела один ВПР, право вниз, у меня все отличия. И мы с вами целую пару занимаемся прочтением, интерпретацией, а не считаем на калькуляторе, записываем данные, половину аудитории теряется. Мы читаем. Смотрите, то есть у нас есть отчетность, данные уже введены, то есть, чтобы мы не превратились в наборчиков, но перебрать отчетность – это колоссальный объем времени. А именно мы производим расчет коэффициентов и тут же говорим, что если, ну, например, валюта баланса выросла, это хорошо снизилась, это знак вопроса, нужно выяснить. Если она снижается достаточно долго, если в пояснительной записке есть этому внятное объяснение, ну, например, произошло выделение дочерних предприятий за счет специализации на разных бизнесах, то мы трактуем как нейтральный фактор. Если объяснения нет, то это однозначно негативный фактор. То есть и по каждой строчке мы идем, говорим, наблюдаем вот эти изменения, это хорошо, потому что какие могут быть варианты, могут быть варианты еще такие, такие, тогда они трактуются тактом. Доходим, например, до показателя, ну, тот же коэффициент текущей ликвидности, мы говорим, это нормированный показатель, он должен быть от полутора до двух. Если он находится в рекомендуемом значении, это хорошо, если в период анализа он снижается, это плохо. Показатель выше, это повышение платежеспособности, но снижение эффективности управления. То есть и по каждому показателю, поскольку эксельным автоматом это рассчитал, мы занимаемся именно анализом, прочтением. Это очень удобно. Поэтому мы перевели с коллегами финанализ в эксель, ну, так как можно не... Это очень хорошо, на том, что меня интересовала интерпретация. Да, весь курс, это 40 академических часов. Ну, собственно, формула тоже хорошая, да, но это тоже слоя, а еще я хотела расшифровку. Мы вот весь курс, ну, не весь, конечно, лукавлю, потому что есть теоретический материал, практически, но более половины курсов, то есть, смотрите, теоретический материал, это порядка 30% времени от 40 академических часов, 20% это вот, ну, вот формул, и половина курса, это мы как раз-таки интерпретируем наши показатели, читая их, разбирая, это хорошо, это плохо, это нейтрально. Какие могут быть варианты? Мы анализируем основные балансы. Нет, все формы, мы анализируем, это в данном случае я пример, то есть, мы анализируем баланс форму 1, ОФР отчета финансовых результатов и ОДДС отчета движения денежных средств, то есть, основные три формы. И плюс, помимо анализа форм, у нас есть еще модуль комплексный анализ, когда мы подтягиваем производственный показатель, показатель операционной деятельности, чтобы рассчитать коэффициенты эффективности деятельности предприятия, и анализ плачеспособности, то есть, в данном случае мы говорим, модели потенциального банкротства, как зарубежных авторов, будь то, там, Тафлер, Лис, так и рассматриваем модель Сбербанка, то есть, оценка потенциального заемщика. То есть, помимо всех, вот, ну, стандартных показателей, будь то ликвидности, финустойчивости, но если по балансу, там, свои показатели, КУФР, там, рентабельность, курт длится 40 академических часов. Коллеги, давайте вернусь на предыдущий, тогда слайд, посмотрите, пожалуйста, 40 академических часов, если в режиме утро-день, то посмотрите, в день, если мы занимаемся с 10 до 5, у нас 4 пары, 2 до обеда, 2 после, это 8 академических часов. Соответственно, в режиме утро-день это занимает 5 дней, либо это с понедельника по пятницу, либо, если это воскресная, либо субботняя группа, то, соответственно, это 5 с кресеньем. Если заниматься в режиме вечер, а вот есть у нас понедельник, среда, пятница, режим вечера, это с пол-седьмого до пол-десятого, это 2 пары, 4 академических часа, то это будет 10 таких занятий. Но в данном случае, видите, ближайшая группа в конце мая, понедельник, среда, пятница, 3 занятия в неделю, 10 занятий, 3 с кусочком недели полных. Поэтому здесь очень важно, чтобы слушатели выбрали удобный для себя режим обучения. И, коллеги, знаете, на чем хочу обратить внимание? Курс идет, как вы видите, как в очном обучении. Вот у нас есть группа у меня, есть у Сергея Викторовича очное обучение. Это когда мы с вами вот таким образом общаемся. И курс очень успешно идет в режиме, посмотрите, пожалуйста, открытого обучения. Что это такое? Это вы смотрите запись очного занятия. Смотрите его на компьютере. Причем центр предоставляет на время обучения аудиторию. Сидит преподаватель, например, я. Вы приходите в аудиторию, садитесь за свой компьютер, там два монитора. На одном мониторе вы смотрите занятие, на втором мониторе вы работаете, то есть, ну, заполняете вот эти данные, слушаете. Причем можно это делать из любого места, где у вас есть интернет, то есть, из дома с работы, то есть, эти записи смотреть. Но это не просто, как, знаете, вот есть записи, занятия, вебинары где-то на Ютубе, там у других учебных центров. Нет. Преподаватель по расписанию присутствует. То есть, я сижу в аудитории. Чем это удобно? Но я думаю, ни для кого не секрет, что у разных студентов разный уровень усвояемости. Кто-то схватывает на лету, кто-то чуть медленнее. И что зачастую можно наблюдать в открытых группах? Что один студент еще не успел, ну, в данном случае, например, я вынуждена говорить коллеге, как в фильме «Ридик», идем с одной скоростью, с моей. Я ориентируюсь на уровень, который задан программой. При этом, посмотрите, пожалуйста, в открытом обучении такой необходимости нет. Ну, посмотрите, в очном обучении вы мне не можете сказать «Светлана, будьте добры, последние два часа еще разочек». Да? А в открытом обучении перемотали, так как это видео послушали. Нужна какая-то формула? Нажали клавишу «Стоп» и не спеша, как и у пользователя, бывает в начале занятия, двумя пальчиками формулу ввели, разобравшись в ней, вот чтобы, знаете, действительно разобраться. При этом, так как я сижу в аудитории, возник вопрос «Непонятно», даже два раза переслушали. Нажали «Стоп», сели, как я говорю, на стульчик студента и фактически индивидуально обсудили, потому что вся остальная группа сидит, слушает свои занятия. Есть студенты, которые, наоборот, покупают курс, но они говорят «Я вот это, вот это знаю, я пришел, но есть там вопросы, ради которых человек пришел». Никто не мешает. Перемотал и слушай нужное место. То, что иногда бывает в аудитории, ну давайте пойдем дальше, ну что ж вы спрашиваете очевидные вещи? Ну, кто-то более опытен. В открытом обучении вот это как раз-таки нивелируется индивидуальным темпом, каждый слушает в своем ритме. А кто медленно, он может, и быстро сидеть? Вы знаете, что время ответа на вопрос, где в том, что записи даются на три месяца. Пожалуйста, вы не успели на занятия, поскольку пришли дома, в метро едете, слушаете. У меня была одна студентка, я, вы знаете, ну, не буду лукавить, мне было приятно, но я, честно говоря, была удивлена, перед Новым годом училась. Так она три недели слушала, потом, ну, сдала тест. Вот, вы знаете, вот я после Нового года, вот, ну, у меня, говорит, будут выходные, говорит, еще послушаю. Верну слушаться. Ну, ладно, некоторые люди каждый Новый год с легким паром смотрят. Говорю, а вы меня? Это мне нравится. Верну слушать, и что же делать? Буду переслушивать. Поэтому, если у вас темп чуть ниже, открыто обучение, это то, что нужно, потому что вы тогда, и человек не чувствует себя, что он группу тормозит. И при этом он спокойно разбирается, смотрит запись в удобном для себя темпе. При этом преподаватель доступен для консультации, он сидит как очно. Те, кто смотрят из дома, они в режиме вебинара могут задавать вопросы. Вот как раз-таки Иванова Людмила в вебинаре слушает. Открытое обучение, присутствие слушателей в учебном центре обязательно? Нет, вы можете смотреть удаленно, подключаясь к вебинару, то есть вот, чтобы в чате общаться. Потому что вы смотрите, а что-то непонятно. Вы раз в чате задали вопрос, там на минуте такой-то не понял. Я тогда голосом вам отвечаю, комментирую. И обязательно, конечно же, как в очном обучении, сдача тестовой работы. Слушателям в режиме вебинара я тогда отправляю тестовые задания на электронную почту. У них также ограниченное время они выполняют, отправляют назад, можем устно беседовать по вебинару удаленно. А если позже, например, посмотрела, никогда вы присутствуете здесь, возникают какие-то вопросы, можно ли я спросить? Вы, смотрите, вы их фиксируете, вот расписанием как раз таки определяется время присутствия преподавателя. Я, знаете, на первом занятии в открытом обучении говорю, коллеги, это расписание, которое я показываю, ну там, будь то вечера, утро, день, это для меня расписание. Вы, так как вы не отвлекаете группу, вот в очной группе вы опоздали на час, вы пропустили этот час, никто вам его не восстановит. А здесь, пожалуйста, вы приступили к просмотру на час позже, вы закончили на час позже. Другое дело, что да, может быть, я уже ушла, ну зададите на следующий вопрос. Есть слушатели, которые говорят, я дома посмотрю, в тетрадочку вопросы занесли, накопились, тогда вышли в чат, задали, ну либо пришли, разобрались. Ну, в данном случае... Заранее посмотрела, не то, что... Заранее нет. Дело в том, что записи, вот стартует группа, я отмечаю присутствующих и активируются записи, потому что все записи у вас в личных кабинетах. Я имею в виду на сайте www.specialist.ru и вы с ними работаете. Далее, да, они после курса остаются. Поэтому, говорю, очень удобно для людей, у которых, ну знаете, бывает, я бы сейчас пошел на курс, но у меня вот в среду командировка, день пропущу, не хочется, переносит. А здесь, пожалуйста, в открытом включении вы сами этот ритм определяете. Да, потому что основа бухучета имеется в виду, вы должны понимать, ну вот видите, я использовала актив-пассив, внеоборотный, оборотный. Дебит-кредит, проводки знать не нужно. Но структуру отчетности, чтобы вы понимали, что здесь у нас пять разделов и что там находится. Да, соответственно, ОФР, что там доходы, расходы, чем они друг от друга отличаются, и знать, что у нас есть УДДС, что там три вида деятельности, ну денежные потоки, там текущие, инвестиционные, финансовые. То есть знать структуру отчетности, потому что если мы анализируем, а меня спрашивают, ой, а это что? То есть себестоимость, а это разве не все деньги? Нет, это не деньги, это расходы. То есть вот знание структуры. А можно по таблице вопрос? Да. А можете ее открыть? Да, коллеги, пока я открываю. Вот она. Сейчас одну минуточку. Елена спрашивает, есть ли блок анализа показателей производительности труда, анализ эффективности рабочего времени и связь с производственными показателями? Елена, нет. Связи эффективности рабочего времени у этого блока нет. И сейчас расскажу, почему. Мы анализируем классическую отчетность, финансовую отчетность, которая у нас состоит из формы пояснительной записки. И вот количество часов, труда часов, я имею в виду, не является обязательным аргументом. Если мы говорим, что в пояснительной записке обязательно есть среднесписочная численность, начисленная амортизация, расшифровка затрат, комментарии, опять же забалансовые основные средства, если она есть, то труда часы не приводится, поэтому нет возможности это анализировать. Но посмотрите, пожалуйста, я знаю, что рабочее время есть на кадровых курсах, есть, вы знаете, боюсь лукавить, лучше с менеджерами связаться, есть курс именно по, это кадровый. Елена, да, прошу, по таблице. Вот итоговый раздел 1, по сумме есть. Да. Нет, нет, нет. Итого по разделу 1, 11 нету, результаты исследований разработок. И чайка S1. Коллеги, я думаю, что в данном случае, так, 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 почему она, да, я вижу, ускочил. Коллеги, я думаю, это опечатка, потому что, знаете, перед курсом, она у меня была большая-большая, я удаляла промежуточные. Конечно, должно быть сумма всего. Вы знаете, что я единственная, понимаете? Да, и так же 13-й, а, 10-й, да, все есть. Я удаляла расшифровки, но чтобы у меня на экран вместилось. Видите, двоеточие с 10-й по 12-й, то есть включительно. Не-не-не-не, все входит. Да, конечно, можно, нужно. А как, что там записано в этом вебинаре? Какой-то урок, который был? Смотрите, вам предоставлено... Нет, реальное занятие. То есть, смотрите, идет у меня очная группа, очная группа, и, соответственно, записывается именно очная группа. Почему? Потому что, вы знаете, что помимо программы, почему мы выбрали вариант именно записи реальной группы? Потому что, иногда, самое интересное звучит из вопросов. Потому что, да, я иду по программе, рассказываю классическую ситуацию, но слушатели сидят разные. А вот в сельском хозяйстве вот так, тогда как? А для банков, вот я работаю в банке, а здесь как? И вы можете слышать, в том числе... Но у тех людей, которые смотрят вебинар, могут не вводить такие вопросы. Нет, не подождайтесь, я проходила этот курс, я правду, много преподавателя проходила. Открытый вопрос. Вы даже не... У меня немножко вот другая система была, но как раз вот туда... Вот я специально выбрала этот курс, на спорте заочный был, но не открытый назывался. очно-заочно. То есть вы смотрите, плюс на консультации. Я тоже мнение. Нет, я вам рассказываю, вы говорите, что это неудобно. Нет, нет, там нету беседы. Вы эту беседу просто... Я другую курсу совсем здесь вот слушала. Это очень много времени занимает, и очень много как раз именно вот этих разговоров. Да, 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 да. На очень разговорах, ты не услышишь. А, собственно, вообще надо суть уловить. И ты так отвлекаешься, особенно если после работы, ты тратишь ровно то же время. Какая разница? Ну, а потом возникает очень много вопросов. Коллеги, давайте мы сейчас, а то нас слушают. Как раз слушатели, мы задержимся и обсудим преимущества. Скажите, пожалуйста, непосредственно по семинару, который мы только что посмотрели, есть ли вопросы. Елена спрашивает, можно ли на почту. Коллеги, нет, на почту не рассылаю. Очень много у нас слушателей подключилось. в личном кабинете на странице группы. Вы бронировали, соответственно, у вас в личных кабинетах сейчас курс как прослушанный. Я материалы сейчас сохраню и выложу на странице группы, как файл в Excel, так и презентацию. Коллеги, прошу прощения, что-то съехало. Сейчас посмотрю, хочу обратить внимание. Так, сейчас поправлю. Так, здесь все хорошо. А что же тогда ушло? Вот. Обратите внимание, сейчас на доске вы видите телефоны, причем вот телефонов, которые идут справа, их на сайте нет. Это телефоны непосредственно комплексов, в которых идет обучение. Позвонив по этим телефонам, вы можете попасть напрямую на наших менеджеров, минуя коммутатор, который вот, оставайтесь на линии, ну и так далее. И в зависимости от того, куда вы хотите записаться, будь то комплекс белорусский, либо таганский, где идет обучение, вы можете задать менеджерам все вопросы, и они с удовольствием вам ответят. Сориентируют как по расписанию, стоимости, ну и по всем сопутствующим вопросам. А я благодарю вас за участие в своем семинаре. Всего доброго вам! И надеюсь, до встречи на очных занятиях. Ребята, в режиме вебинара запись я останавливаю, при этом я здесь, я на связи, если есть вопросы, можете задавать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!